Такие очереди выстраиваются в расчетных кассах уже несколько дней. Добросовестные плательщики боятся пропустить ежемесячный платеж и оказаться в долгу, но куда вносить плату – понятия не имеют. Новый поставщик их не проинформировал, поэтому приходится оббивать пороги организаций по разным адресам. Но есть и такие жители, которые и вовсе в растерянности. По неизвестным причинам их оплату вообще везде отказываются принимать. Зоя Петровна – жительница станции «Дивизионная». Она, как и все ее соседи, исправно оплачивает коммунальные счета. Но в этом месяце она не заплатила. Деньги нигде не приняли. А читая «Энерго» сказала, что девизка «она не наша, куда вы будете платить, мы не знаем». Вот мы льготники, куда я за июль месяц должна дать данные. Льготу, значит, я уже с июня месяца не получаю. Я оплачиваю полностью электричество. А мне льготы не будет, потому что куда ее? Мы так и не позвонили. Так, льготу-то я не получу за июль месяц. Ни дедушка, ни я. И так же в июле. Мы не знаем, куда платить. Что нам делать? Чтобы прояснить ситуацию, мы отправились к бывшему поставщику электроэнергии. Выяснилось, что последние платежи, которые вправе принять «Бурятэнерго», могут быть только за май. Читая «Энергосбыт» в статусе гарантирующего поставщика, зашел на территорию республики Бурятия с 1 июня 2014 года. Соответственно, все расчеты потребителей, как юридических, так и физических лиц, вся электроэнергия, которая будет потребляться уже после 1 июня и в дальнейшем, она будет оплачиваться уже на расчет на счета Читая «Энергосбыт». Между тем, новая компания ссылается на то, что не имеет права брать деньги с жителей военных городков, территория которых принадлежит Министерству обороны. В зоне деятельности гарантирующего поставщика определена территорией Смолики Бурятий, за исключением зоны действия гарантирующего Читая «Энергосбыт» и ЖКХ Баунтовского района. Поэтому в соответствии с законодательной базой мы не имеем права работать на данной территории другого гарантирующего поставщика. То есть это какие районы вы не обслуживаете? Ну это если в ОНД, это станции дивизионные, у нас получается поселок Сосновый Бор, поселок Звездный, а на Хой-2, ну это все бывшие военные поселки, а на Хой-2, а на Хой-3 и также у нас есть там Кяхт. Тем не менее, до смены поставщика электроэнергии у обороны «Энергосбыта» был заключен договор с Бурятэнерго, который разрешал последним брать плату с жителей, проживающих на территории Министерства обороны. У них реорганизация путем присоединения или отделения, и у них провис в оформлении договорных отношений. Это их проблема. У них надо спрашивать, почему они зашли сюда, на эту территорию, и не подготовили почву для заключения договоров занимательных. То есть Чита Энерго, да? Чита Энерго, да, она должна перезаключить договора, чтобы занимать плату за электроэнергию. Они должны перезаключить. Я данными мероприятиями не занимаюсь. Хотя жилищный кодекс говорит об обратном. За пользование жилым помещением входит и плата за электроэнергию. А это значит, что управляющая компания все же должна принять платежи от жителей, раз у них не продлен договор с нынешним Чита Энерго. Похоже, без вмешательства прокуратуры дело вряд ли сдвинется с мертвой точки. Юлия Пермякова, Евгений Козлов. Первая альтернативная.